На этой неделе у нас просто кладезь новостей. Nintendo Direct, вышел Hogwarts Legacy, Microsoft вызвали Sony в суд с огромным количеством документов и так далее и тому подобное, даже не знаю как все это уместить в один выпуск. Айо, с вами Трэнди и это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00 в Москве у меня на канале. Давайте сразу ставим лайки, подписываемся на канал и сразу переходим к делу. От майков у нас на этой неделе подъезжают шикарные новости, наконец-то на Xbox должны завести Ubisoft Plus. Новости об этой подписочке на Xbox ходили очень давно, но вот сейчас они наконец-то подтверждаются и скорее всего, как делают некоторые предположения, подписка не будет включаться в Xbox Game Pass Ultimate, а будет покупаться отдельно и цена пока неизвестна. Но известен список игр, тут у нас 64 штуки их будет на старте, там практически все ассасины или даже все ассасины, куча Far Cry, которые вообще в принципе возможны там на Xbox Series и тому подобное. Ну и конечно же невероятное количество игр из серии Tom Clancy's. А еще завезут Watch Dogs, так что наконец-то может быть я ознакомлюсь с этой серией игр, потому что вообще до этого не хотелось платить за нее деньги, можно было конечно с зеленых сайтов скачать, но даже этим не заморачиваться лень было. А тут в подписочку добавят, может быть попробую. Но вот честно говоря, положа руку на сердце, скажу вам, вот все, что выпускает Ubisoft в последнее время на крупные платформы, мне вообще ни капли не интересно. Даже смотреть в ту сторону не хочу, но при этом что делает Ubisoft на Nintendo Switch? Вообще петь мне. Они портируют свои старые игры, выпускают там всяких кроликов отличного качества, и тут вообще вопросов никаких нет. Вот раньше умели делать, а сейчас умеют это портировать на Nintendo Switch, и это радует, а с новыми играми, как по мне, огромная беда. Ну а вы можете написать в комментариях, ждете ли вы игры Ubisoft в подписке на Xbox. Кажись, Sony все-таки довыпендривались, майки потребовали их вызвать в суд с огромнейшим количеством документов. Ну типа Sony все время говорили, что майки плохие, они нарушают антимонопольное законодательство, разрушат игровую индустрию, покупка Activision, Blizzard и так далее и тому подобное. И майки до какого-то момента это терпели, но потом решили, ладно, вы нас достали, вызовем вас в суд. И вызвали их еще недели 2-3 назад, но вот сейчас уже все, все сроки закончились, и вот 10 февраля уже Sony должны были окончательно прийти в суд со следующими документами. Все документы связанные с обзорами и оценками производительности у всего игрового руководства и руководства Sony. Все документы связанные с игровым бизнесом, отправляемые и получаемые или отменивающиеся с другими подразделениями Sony. А также копии всех соглашений о лицензировании контента, который Sony заключила со сторонними издателями и студиями за последние 11 лет. Ну и Sony как бы заявляет, что на подготовку всех этих документов у них уйдет около 2 миллионов долларов, ну вернее уже ушло 2 миллиона долларов. И скорее всего, когда выходит этот выпуск новостей, уже появляются какие-то подробности по поводу того, что там накопали в этих документах Sony. Ну а в следующих новостях я постараюсь вам об этом подробнейшим образом рассказать. Но реально, майки решили копнуть прям да нельзя. Ну а как бы если у вас возникают вопросы, почему от майков все эти документы не требуют, потому что их уже давным-давно затребовали, уже там все вдоль и поперек изучили, и там ничего такого прям сверх криминального не нашли. Интересно будет узнать, что там найдут у Sony. А я думаю, что там есть что найти. Ну а в то время как Sony и майки продолжают грызться, Nintendo у нас сдает финансовый отчет, и там у них все в принципе очень даже неплохо. Не так хорошо, как им хотелось бы, но в принципе неплохо. На 31 декабря 2022 года было отгружено 122,55 миллионов консолей Nintendo Switch. И получается, что сейчас новая консоль Nintendo занимает третье место сразу же после Nintendo DS и PlayStation 2. Ну а за прошедший квартал Nintendo Switch сразу же обошла оригинальный Game Boy и PlayStation 4. По играм у Nintendo тоже все великолепно, супер, классно, офигенно. За прошлый квартал 27 тайтлов, связанных с Nintendo, смогли продаться более чем в миллион копий. А Pokemon Scarlet and Violet поставили чудовищный рекорд, которого до этого вообще никогда не было. Продались тиражом 18,2 миллиона копий за один квартал. Ну а Splatoon 3 достиг уже продаж 9,4 миллиона копий. И я так понимаю, что если выпустят еще каких-то покемонов на Nintendo Switch, они продадутся еще лучше. Потому что по-моему, каждые покемоны, которые выходят на Nintendo Switch, продаются все лучше и лучше. И там, если посмотреть топ игр на Nintendo Switch, то там реально половину списка занимают покемоны. Ну ладно, я преувеличиваю, но вы поняли посыл. Ну а так, в целом, у них, конечно же, наблюдается просадочка по продажам. Тут и к Ванге не хайди, ну типа консоли уже сколько получается, 6 лет. И она все еще отлично продается, просто чуть хуже, чем в предыдущих кварталах. Продажи консоли упали на 21,3%, но все равно показывают, что сумасшедшие темпы в почти 15 миллионов продаж. А Nintendo Switch OLED продается все лучше и лучше, его продажи выросли аж на 92,5%. Ну и также наблюдаются небольшие просадочки в продаже игр, а именно на 4%. А я вам напоминаю, что в прошлый раз у Nintendo была просадка немножечко побольше, чем в 4% по продаже игр. Ну а тут как бы немножечко вывезли покемоны, а помимо них особо такого прям продающегося ничего не было. И по сути покемоны сделали как бы основную кассу. Ну а в 2023 году все должно быть поинтереснее. У нас тут Зельда выходит, а она соответственно сама будет хорошо продаваться. И плюс еще хорошо будут продаваться консоли, потому что всем захочется поиграть в новую Зельду. А вот после этого уже можно ждать огромный спад продаж и Nintendo Switch, и игр и так далее и тому подобное. И все будут уже ждать Nintendo Switch нового поколения. Короче, если говорить кратко, пока у всех вообще все отвратительно плохо. Майки в убытках, Sony в убытках, там даже Take Two отчитали, что у них какие-то невероятные убытки. Они там на свои GTA зарабатывают много, на RDR зарабатывают много, на другие игры им ничего не приносят. Они уходят там куда-то в минуса и так далее. Одни Nintendo сидят, чилят такие, ну минус 4% от охренеть какого количества, это не так много. И 23% от охренеть охренеть какого огромного количества, это тоже не так много. Поэтому они чисто на кайфе, на расслабоне. Ну и давайте уже поговорим о главных новостях недели. Во-первых, у нас наконец-то вышел Хогвартс Легаси. Понятно же дело, что пока что не на Nintendo Switch, а только на ПК, на Xbox Series и на PlayStation 5. На старое поколение, чуть попозже выйдет, а на Nintendo Switch вообще летом. Но тем не менее, ажиотаж просто невероятный. В то время, как ты самостоятельно себе Хогвартс Легаси можешь купить в Турции за крипту через All2B за 3600 рублей, на всяких плате РУ, сайтах и группах ВКонтакте, цены начинаются от 5000 рублей. Ну а средний такой самый популярный ценник 6000 рублей. Наценка дичайшая, но, соответственно, продавцы так просто спрос сбивают, ну потому что, наверное, ажиотаж дикий, они просто не вывозят такое количество продаж, и они такие, давайте цену задрем, хотя бы немножечко снизим поток людей, заработаем побольше вот на самом ажиотаже, а потом, когда спрос немножечко спадет, уже нормально по рыночной цене будем продавать. Ну, понятное дело, что там на Авито, в каких-то супер небольших группах ВКонтакте можно там за 4000 рублей, за 4200 купить игру, это да. Но я имею в виду, вот именно в самых популярных местах там цены огромные. Ну а я ни через кого не покупал, я просто пошел из-за коды оплаты себе в Стиме игру купил в Казахстане, потому что, на мое удивление, в Казахстане игра стоит дешевле, чем в Турции. То есть в Стиме Турции уже, правда, некоторые игры стоят дороже. У нас, если что, в боте коды ХКД подходят для Казахстана, ну и есть также коды для Турции, сами выбирайте, что вам больше нравится. Я же купил в Казахстане. Ну и что я вам в целом скажу по игре. Как я понял, на PlayStation 5 и на Xbox Series игра выглядит просто великолепно. Там есть несколько режимов игры, вплоть до 5 штук. Там производительность 120 кадров, так себе графика. Графика средненькая, производительность средненькая, супер-пупер графика, слабая производительность. Короче, выбирай, как тебе больше нравится. Ну а по поводу ПК, говорят, что на 1060 игра работает. 30 кадров можно без проблем выжимать, некоторые при слабой графике выжимают даже 60 кадров. Я устал, босс. У меня лично стоит видеокарта 3060. Если проц вообще игра не нагружает, вообще не затрагивает там типа 10-15% нагрузки, то видеокарту игра насилует, будь здоров. И оперативы, кстати, много жрет. Ну короче, у меня игра выдает стабильные 60 кадров с DLSS на качество при разрешении 2К. Ну а настройки средне-высокие, меня в принципе все плюс-минус устраивает, что по производительности на стимдеке. Заявлялась зеленая галочка, все, покупаешь, запускаешь и играешь без каких-либо проблем. Ага, получите, распишитесь, 15 кадров в среднем. Я пи***бол. Но тем не менее, при активном пердолинге можно добиться более-менее стабильных 30 кадров. Ну и опять же, по лучшим заветам Мафии 2 Definitive Edition, о которой я подробно рассказывал в одном из обзоров стимдека, нужно просто убрать лог фпс в самой игре. То есть именно так, как и меня научила Мафия 2 Definitive Edition. Пока не уберешь лог фпс в самой игре, будет лагать безбожно. Поэтому заходите в игру, ставите все на минимум, самые низкие настройки, ставите AMD FSR 2.0 в игре, там на ультра производительность ставите все и убираете лог с 30 кадров, переставляете на 120. А в самом стимдеке ставите лог на 30 кадров, и тогда у вас получается более-менее, там типа в 70% времени, 30 кадров. Честно говоря, даже немножечко пожалел, что купил на ПК, потому что мне лично не очень удобно играть на ПК. Лучше бы через Oldubi, через Турцию, там взял себе на PlayStation 5 игру, потому что в ней нет русской озвучки, а соответственно в Польше в принципе не обязательно покупать, а там она стоит существенно дороже. А вот если вам нужны игры, в которых есть русская озвучка, то коды оплаты Польши для PlayStation в описании. Типа там всякие году вары и тому подобное, можно прикупить в Польше, чтобы была русская озвучка. А тут ее нет, поэтому... Вообще похуй ее. Что касается самой игры, тут у меня нареканий особых нет. Играл я всего 3 часа, сами понимаете, на ПК на Steam Deck'е дольше настраивал игру, чем играл. А соответственно еще полноценно ознакомиться не смог. Но атмосфера, конечно, бешеная. Реально, все сделано прям на уровне. Все локации проработаны, графика вообще отличная. Там персонажи вроде классные, боевки просто пальчики оближешь. Короче, вопросиков пока что никаких не возникло, но в то же время у меня есть что сказать отдельно про версию для ПК. Я думаю, что в среду будет подробный ролик на эту тему, так что подписывайтесь, лайки ставьте, там колокольчики, все такое, чтобы ролики не пропускать. Ну и также хочется отметить, что игра ставит рекорды не только по продажам, там реально какие-то сумасшедшие тонны продаж, примерно как у Киберпанка. Она также еще вызывает суперинтерес у людей, но и напуганные Киберпанком, видимо, не все сразу хотят покупать игру. Так что идут на твичи и смотрят трансляции, и игра установила абсолютный рекорд по количеству онлайна, который до этого принадлежал опять же Киберпанку. И количество зрителей на платформе по этой игре в моменте достигло 1 143 000 человек. Это абсолютный рекорд для одиночной игры. Ну и еще, конечно же, хотелось бы отметить такой супер маленький моментик для русскоязычных фанатов. Они знают, что есть два перевода. Один от Rossman, как бы каноничный, а есть второй перевод, я даже не знаю от кого, но он полное ховно. Так вот, русские локализаторы Хогвартс Легаси обращались именно к переводу от Rossman. И вот все термины, все, что есть в игре, именно каноничные, правильные и так далее. То есть глаза у вас вытекать от кривых названий, кривого перевода не будет во время игры. Все чисто по канону, все по Rossman. Ну и давайте уже, наконец-то, пройдемся по Нинтендо Директу. В последнее время они были крайне пустыми, но тут нам показали хотя бы две супер качественные игры. Во-первых, наконец-то показали Метроид Прайм Ремастерит, который оригинальный игры из лохматых годов. А я вам напомню, что Джефф Грапп еще в июне, в 2022 года говорил, что игра должна выйти в конце года, но, видимо, что-то там подзатянулось, и в итоге вот сейчас мы ее уже видим на Нинтендо Свитч. А да, это еще в каком-то там 19 или 20 году еще кто-то говорил, что вот-вот Метроид Прайм уже скоро будет закончен. Ну и также тот же Джефф Грапп подтверждал, что да, игра была закончена еще там в 2020 или в 2021 году, уже полностью прямо от начала до конца все было доработано. Ну и вот сейчас, наконец-то, мы уже увидели ее на Нинтендо Свитч, и правда, там все доработано, допилено до идеала. Ровно 60 кадров вообще во всей игре, железобетонные, без каких-то колебаний туда-сюда. Плюс сам ремастерит, вот это тут выглядит, в принципе, очень даже неплохо. Графиков на вполне себе достойном уровне. И я еще посмотрел там всякие обзорчики и тому подобное, и там очень много локаций очень сильно перерисовали. И почему-то они это не назвали каким-нибудь ремейком, как это делает Sony, когда просто перерисовывает два полигона и говорит, все, вот это у нас ремейк Last of Us. А тут игру значительно доработали, сделали супер стабильный, очень много локаций перерисовали практически с нуля, насколько я понимаю, и назвали это просто ремастером. Вот так оно и должно, в принципе, работать. И самый кайф, что попросили за это не как Sony 70 баксов, а как нормальные люди 40 баксов. Вообще было бы идеально 30-очку, типа старая игра в два раза дешевле. Кайф, 30 баксов платишь, играешь, вообще никаких вопросиков нет. Но 40-очка тоже нормальная. Если что, коды оплаты для Nintendo Switch, для США или Польши, можно купить по ссылочкам в описании. И на самом деле, вот придется выкладывать 40 баксов, либо в eShopie, либо на физических носителях, которые вроде должны подъехать немножечко попозже. Потому что скидочек на игры Nintendo, конечно же, у нас нет. Но в то же время, ты можешь смело брать их на старте и не переживать, что они у тебя завтра подешевеют, как это происходит с играми Ubisoft. Также у нас на директе показали Pikmin 4. Релиз состоится 27 июля. И я вот все еще не пойму, в чем смысл игры, но пусть будет как бы, людям вроде нравится. Дополнение к Xenoblade Chronicles 3 анонсировали, которое будет доступно 15 февраля. Тут вопросиков никаких нет, игра отлично. Очень рад, что DLC-шки выпускают. Обновление кроссовер для Dead Cells. Обещают у нас 6 марта. Return to Castlevania, должно быть классно. Все, что связано с Dead Cells, все классно, вопросов нет. Также DLC-шечку для Splatoon 3 завозят. То есть прям вообще основательно взялись за игру. И я так понимаю, что скорее всего она также будет доступна по расширенной подписочке, чтобы не надо было платить за DLC-шку отдельно. Ну, все по стандартной схеме. Как я и говорил, теперь для каждой игры у нас будет DLC-шкой. И не важно, что до появления этой подписки, Nintendo особо не практиковали прям такое огромное количество DLC-шек. Также, получается, сразу же после выхода игры у нас анонсируют дополнение к Fire Emblem Engage, которое уже вроде как вышло. Ну и нам наконец-то объявили, что 21 апреля у нас выйдет Advance Wars 1 плюс 2. А игра была анонсирована еще в 2021 году. И ее вот тогда уже к концу года ждали, но все как-то дождаться не могли. И ее выпускают только сейчас. Это, конечно, шок. Такое происходит с играми Nintendo очень редко. Ну и еще из кайфового в Nintendo Switch Online в подписочке появились игры для геймбоя оригинального и для геймбоя Advance. Тут вопросиков никаких нет, пусть будет. Главное, что ну типа хоть как-то поддерживают эту подписочку, чтоб она хоть как-то оправдывала свои огромные деньги. Но, честно говоря, из стартовой линейки мне вообще ничего не приглянулось. Ну, наверное, только Super Mario Land, ну и может быть Link's Awakening DX. Ну, на самом деле, вообще, как бы вообще пофигу, вообще, вообще ничего не интересно. Вот из коллекции геймбоя и геймбоя Advance, что представлено именно в подписке. Хотя игр там хороших было немало. Ну и получается, что помимо Зельды и Метроид Прайма, это все, что у нас показали интересного. Ну и, конечно, переходим к Зельде. Во-первых, что у нас активнейшим образом тут обсуждается в интернетах. Это то, что теперь Зельда будет стоить 70 баксов. Да ты шо, афигел? 70 баксов. Да, Nintendo теперь тоже поднимает цены. Офигеть, очень дорого, очень неприятно. Блин, очень мне хочется платить 70 баксов, но, видимо, придется. Ну, а что по поводу самой игры, тут у нас, конечно, все крайне интересно. Во-первых, нам показали очередной, прям, полномасштабный трейлер, где опять показали мир, опять показали там всякие путешествия, прыжки в небе. Очень много, видимо, завязано с небом. Показали множество новых механик, показали даже какой-то воздушный, наземный транспорт. Прям очень много всего разнообразного будет. И какой-то прям супертрогательный, супер такой недетский сюжет вроде как предстоит. Очень интересно будет посмотреть. Как я уже ранее говорил, вообще очень сильно радует, что Nintendo заморачивается по поводу механик. Ну, реально, вот такого мы еще до этого, ну, по крайней мере, то, что показали в этом трейлере, в предыдущих играх по Зельде вообще не видели. Одна вот эта колымага какая-то, которая едет по полю, чего только стоит. Очень интересно будет посмотреть, как оно будет реализовано. Конечно, я думаю, от лошади никто не откажется, но вот такой вот отдельный дополнительный элементик, это крайне классно. Но, как мне кажется, для русскоязычных пользователей, главным вопросом оставалось, будет ли русский язык в игре. И я вам спешу сообщить, что, судя по странице в eShop, русский язык в игре будет. Так что смело покупаем хоть в США, хоть в Польше, и спокойненько наслаждаемся игрой с русским переводом. Только пока что я не совсем понимаю, будет ли русская озвучка, как это было в оригинальной Зельде Батве. Вот это, конечно, вопросик. Но, в принципе, там диалогов не так много, и можно обойтись и субтитрами. Если будут только субтитры, я не сильно расстроюсь. А вот цена реально очень сильно пугает. Видимо, я лично поиграю в бесплатную версию на старте, если вы понимаете о чем. А потом закажу себе картридж с Алиэкспресса. Ну, потому что 70 баксов отдавать в eShop я не хочу. Вот так вот я, как всегда, в мастерске рекламирую коды оплаты, ссылочка на которые в описании. И если сейчас кто-то скажет, что на других платформах игры теперь тоже стоят 70 баксов, тут даже сравнивать не стоит. Потому что выходит какой-нибудь Last of Us или там какой-нибудь Assassin's Creed и стоит 70 баксов на старте. Но проходит буквально 40 минут с выхода игры, как тут же на него скидка 99,9% и в итоге тебе Юбисофт еще доплачивает за то, что ты играешь в их игру. А Нинтендо никогда не делает скидки на свои игры больше 33%. И это бывает так редко. Это бывает реально раз в год и то на игры, которые выходили 1000 миллиардов лет назад. На Зельду Батву я видел скидку всего один раз, по-моему. И как раз вот по этой скидке я ее и купил в Польше, там типа за 3000 рублей или что-то такое. Ну короче, было очень дешево, или в США, или я купил за 3000 рублей Зельду. Вот как-то один раз я поймал скидку на Зельду Батву. Все, больше не знаю, не видел. Так что в любом случае, либо вам придется за картридж забашлять дофигищи денег, либо придется в eShop выложить 70 баксов, либо ждать года 3-4, ну либо иметь прошитую консоль. Тут вот такие вот только вариантики на Нинтендо Свитч присутствуют. Ну и давайте пробежимся по скидочкам на этой неделе. Только что распинался, что скидок на Зельду Батву я не видел ни разу в жизни, кроме одного раза, как тут же захожу в eShop и вижу скидочка 33% на Зельду Батву в США. Игра стоит 40 баксов. Ну, видимо, в честь выхода новой Зельды всем решили устроить скидочку, чтобы люди прошли игру перед тем, как ознакомливаться с новой частью. А если вам нужна Зельда и DLC-шки к ней, то там скидка 32%, 54 бакса стоит. Короче, кайфушечка в любом случае стоит присмотреться. Давайте посмотрим, что там у нас в Польше. В Польше, я так понимаю, у нас тоже скидочка 30%, 203 злотых игра стоит. Тут, конечно, вопросиков никаких нет. Это кайф. Обязательно покупайте, если еще не купили. Я не знаю, почему вы до сих пор Зельду не прошли. Но я лично покупал на картридже, потом еще купил в Е-шопе, еще дофигища раз прошел. Короче, очень доволен, всем советую. Также у нас огромная скидочка на Monster Hunter Rise присутствует в США. 50%, 20 баксов игра стоит. Dying Light я уже тысячу раз говорил, что скидка присутствует. Еще интересная скидочка у нас на Mortal Kombat 11, 80%, 10 баксов игра стоит. Но, насколько я понимаю, ультимейт издания тоже там по скидочке обычно вместе с обычным бывает. Но его я пока не вижу тут в топе. Еще у нас Monster Hunter Rise плюс Sunbreak и еще Deluxe издания. Стоит 50 баксов со скидкой 37%. Ну, это типа самая большая скидка за все время, если кому-то интересно. И еще, если у вас есть желание поиграть в Cloud версию Plague Tale Requiem на Nintendo Switch, то сейчас на нее скидочка 30%, 42 баксы игра стоит. Ну, а в Польше у нас вообще ни разу не такие интересные скидочки. Кроме Зельды вам рассказать даже не знаю о чем. Так что сами проверяйте. Ссылочки на коды оплаты, если что, в описании. Ну, а сейчас на экране самые классные люди, которые делятся своими играми для Nintendo Switch, в которые вы можете поиграть, поддержав меня на бусте. А также люди, которые поддерживают меня на этом самом бусте больше, чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо за столь щедрую поддержку. Это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы. Ну, а на этой неделе у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока.